Субтитры делал DimaTorzok 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 И какой бы совет ты ему мог дать? Субтитры делал DimaTorzok 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 как он тебя довольно жестко прикрикнул о том, что не нужно драться в стойке и прочее. Что он тебе говорил между раундами и был ли он с тобой недоволен? Нет, он сказал, после первого раунда, он сказал, ты его прижимаешь к сетке, все правильно, он сказал, чтобы я взял двумя руками за одну ногу и забрал его под себя. И во втором раунде, когда я уже весь первый раунд увидел, у меня одна рука была вот так, он держал двумя руками, и во втором раунде судья ему четко подошел и сказал, не держи пальцами перчатку. Видимо, он засунул пальцы перчатки. И я начал смотреть, сделал ли он это, но я не видел, я не знаю, он держал или нет, но это нереально было вот так держать одну руку, как только я не старался вытащить. Потом, после того, как судья сделал замечание, я вырвал свою руку, взял вторую ногу и сбил, как сказал тренер. В следующем поединке с кем хотел бы встретиться, вот эта история с Масвидалем. В следующем бою я сказал уже, что я хочу, у меня разницы нету, с кем подраться, мне дадут следующего соперника, таких бойцов, как Масвидалем, мы знаем, что он сейчас на высоте, он уже считает, что претендент, он в следующий бой может драться за пояс, и это сто процентов, наверное, что он будет драться за пояс. Мне нужно ярко выиграть хоть один бой, чтобы прежде чем вызвать его на бой. Видел ли ты бой Абубакара, Барумагамедова? Готовы раздевалки и повлиял ли на тебя? Я очень огорчился, я начал нервничать, и тренер обманапный подошел, сказал, не обращай внимания, готовься на свой следующий бой, сосредоточься на свой следующий бой, не обращай на это внимания, и я начал дальше работать на лапах, и на самом деле он дал правильную подсказку, потому что я начал нервничать. Немного продолжу вопрос, ты с Абубакаром сейчас продевалки хотел пообщаться, поговорил, когда обсудили бой. Да, он был очень сильно расстроен, я ему сказал, что его только путь начинается, и с каждым боем он будет набирать опыт, и это всего лишь маленькая ошибка, что его ждет большое будущее. Еще вопрос, Сергей работал коленем, бил часто волкики, а мы знаем, что тебе делают операции на ноги, как сейчас ты себя чувствуешь? По коленю он мне не попал, он мне по голени хорошо достал несколько раз, он почти отбил мне ногу после двух ударов, я это почувствовал. И я начал больше перемещаться на ногах, чтобы он не доставал. Да, он хорошо пробил мне носок ударов по голени. Идет постоянная дискуссия о том, можно сдаваться, нельзя сдаваться правильно или неправильно. Если бы вас поймал Сергей на прием, то есть у вас есть перехо, а мы с поломкой, постучите вы или не постучите, в случае приема или в случае удушающего? Если вы видите, что уже вы не можете выйти с болевого приема, чем получить какую-нибудь серьезную травму, кто знает, может быть, после этого удушающего, если человека передержать, он может и не проснуться, и может быть тяжелые последствия. Нужно, прежде всего, думать о своем дальнейшем здоровье. Это бои, это не самое главное, сдаться, не сдаться, ничего такого западло нет здесь. Если там ты вещь уже вытягивает на болевой, тебе травмирует руку, конечно, нужно сдаваться. То есть, так же самое, если у вас душит, почему нет, нужно, можно сдаться. Здесь ничего такого позорного нет, великие бойцы тоже сдавались. Не думали о том, чтобы вызвать все-таки конкретно кого-то? Потому что российские бойцы стандартно говорят, я никого не хочу вызывать, мне бежать. С кем? Может, наоборот, лучше говорить конкретное имя, там, условно, Тайрон Мудли, Стивен Томпсон, там, какой-то человек из 77, мне кажется, это однострельный интерес к конкретному противостоянию. Диас вызвал, нас видал, и получился один из самых ярких боев. Конечно же, мне было бы интересно драться с такими именами, например, как Энтони Петтис, который перешел на 77. Он не такой крупный боец, и ему там будет с каждым разом тяжело, если он попадется с крепким там борцом. Я, конечно, хотел бы с таким бойцами, как Петтис, как Диас, там, с любым. Разницы нету, там, я не так сильно знаком с 77 бойцами. С любым известным именем я бы подрался.